В какой момент научная терминология становится оценочной? Потому что, если я правильно понимаю, то, о чём вы... А тут нюанс будет вообще в том, а что есть научная терминология? Какая терминология научная, а какая ненаучная? Тут мы можем вообще зайти... Мы, философы, можем вообще конём здесь пойти и сказать, что, например, там социология не наука, или психология не наука, или ещё что-то там не наука. Мы можем дать такое определение науки, под которое не подписывается большая часть таких явлений, которые вроде бы называются наукой людьми в данный момент. Ну, потому что, например, принципы, по которым люди называют что-то наукой, они недостаточно выверены. То есть, ну, довольно было бы странно называть наукой, например, я не знаю, там ковыряние в жопе, например. Но если делать это практично полезно и приятно, можно даже целую медицинскую дисциплину под это создать. И она называется практиология. Ладно, я шучу. Ну, вообще-то, я не шучу, на самом деле, мастер-толковый реаним в жопе перерастает постепенно в целую науку. Ну, вы поняли. Вы рассказываете о своих лекциях, то наука, она в принципе дистанцируется от какого-либо оценок и старается вариться в себе. А когда вот происходит выход наружу оценочный, да, это уже не наука, это что-то ещё. Ну, начнем сразу с того, что это, конечно же, моя позиция, но я её первым высказал, это Макс Вебер. Всё-таки вот эта базовая идея Wertfreiheit, да, то есть, наука свободная от ценностей, как это переводит, это такое базовое требование такой немецкой, неокантианской социологической традиции. Ну, проблема заключается в том, что мы не можем говорить о кантианской, собственно, неокантианской социологической традиции, как о науке вообще в целом, да, то есть, ну, если эта традиция и может так или иначе подписываться под некоторые определения науки, то под довольно широкие, скорее всего, да, это во-первых. А во-вторых, у науки есть ценности, ну, просто есть ценности и есть оценки, и у учёных есть оценки. То есть, когда учёные выходят за пределы, собственно, той дисциплины, которой они занимаются, они занимаются оценками чаще всего. Там, я не знаю, религия говно, говорит Панчин, например. Ну, и внутри своей дисциплины они тоже в целом не беспристрастны, так сказать, не беспристрастны, действительно, оказывается. Там они испытывают какие-то эмоции, ощущения к своим предметам исследования. Дают оценочные суждения философского уровня в духе, там, ну, это точно существует. Наблюдаю, значит, существует, например, да, но хотя это не значит. Если что-то наблюдаемое, это не значит, что оно существующее. Ну, например, галлюцинации. Вы их наблюдаете, но они при этом существуют только у вас в голове, в лучшем случае, а вот в мире их не существует. Ну, и так далее, так далее, так далее. На самом деле, наука строится на огромном количестве крайне необоснованных положений, без которых просто она не могла бы существовать. То есть, вообще бы у неё ничего не было. Социология при этом, социология при этом, она может сконцентрироваться очень часто на анализе обществ, каких-нибудь сообществ, там, социальных связей, ещё чего-то. Да и она тоже пристрастна, предвзято, необъективна. И в этом плане даже вот это требование, которое Выбор выдвигает, ну, просто оно неисполнимо, на мой взгляд. Просто фактически неисполнимо. Мы можем ориентироваться на идеал вот такой науки, но это идеал и недостижимый идеал, очень сложный в достижении идеал. Настолько сложный, что фактически учёные ему даже не следуют. Они даже об этом не думают, в принципе. То есть, ну, нет учёного, который сидит и медитирует на свою беспристрастность, нет учёного, который сидит и медитирует на свою безоценочность, понимаете? Вот скептики есть, а учёного такого нет. Потому что учёный по определению не обязан это, в принципе, делать. У него нет такой компетенции даже. Начинается проблема, потому что что значит свободные от ценности? И, к сожалению, это корректно... Да, да, именно это проблема. Эта фраза от классика нашего, значит, баденского неукантианства привела к огромному трэшу, который случился в 20 веке, потому что каждый интерпретировал её как мог. Есть три лагеря того, как, значит, трактовать это понятие, вот эту идею свободы от ценностей. То есть, есть лагеря таких убогих позитивистов, которых, в общем, у нас тоже вполне много, которые говорят, сказано, свобода от ценностей, значит, свобода от ценностей. То есть, никаких ценностей вообще у учёного быть не должно, в принципе. Ну, там есть там... Ну, это кринж. Ну, почти невозможно, но если он не скептик. Но учёный не может быть скептиком, потому что ему надо принимать всякую научную билиберду, ну, параллельно, которая противоречит скептицизму, в смысле. Есть ценности политики, есть ценности религиозного действия, есть ценности бизнеса. А у науки своих ценностей нет, идите нафиг, мы, типа, парим над миром, такие, значит, или, как это часто любят нас упрекать, сидим в башне из слоновой кости. Другая, конечно, позиция, такая вполне себе марксистская, которая говорит, что, ну, погодите, у нас есть ценность рациональности расколдования, как ты говорил, Вебер, мира. Ну, да, да, ценность, безусловно. Непонятно, кстати, работает ли рационализм, ну, и как доказать рационализм, как его доказать, его работоспособность. Мы все служим одному большому делу, рационализации жизни человека. Да, 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 да. И потому, конечно же, в науке есть ценность, это ценность человеческого прогресса. Ну, прогресс, разум и прочей другой хуйни есть такое, ну, они же есть. Ценность свободы, демократии, рационального устройства общественной жизни. Ну, вот и те, и другие как бы идут нафиг, ну, просто потому, что это не имеет никакого отношения к тому, что он говорил. Спасибо, Ирин. Потому, что свобода от ценностей включает в себя два такта, такое двухтактовое рассуждение. Первое – это действительно свобода от оценочных суждений. Как ученые, именно находясь в позиции ученого, вы не имеете в этот момент права на некоторые нормативные суждения. То есть, приходите говорить «проклятый режим», «проклятый Запад», «коррумпированные твари». Вот это табу абсолютное, потому что в тот момент, когда вы начинаете транслировать подобного рода оценочные высказывания, вы становитесь политиком или просто пожилым человеком на лавочке. А ученый вообще может, человек, который занимается наукой, он может дистанцироваться от своей научной репутации для того, чтобы выступить с гражданской позиции, и при этом, чтобы эта позиция не была окрашена его репутацией? Вот это уже второй такт. Потому что свобода от оценочных суждений, она связана с тем, что, находясь в некотором регионе, который называется наука, мы, тем не менее, присягаем некоторому набору ценностей. Конечно. Для Вебера – это такая важная история в социологической теории действия. Мир вообще состоит из действий людей. То есть, социальный мир, он состоит не из слов, он состоит из действий. Какой ужас. Ну, вообще, забавно, что Вахштайн, но, опять же, напоминаю великую историю, когда мы его приглашали, ну, просто, как бы, захейтил меня, вместо того, чтобы, ну, просто прийти и побеседовать. Ну, вместо того, чтобы спорить с нормальной, так скажем, философской философией науки, так скажем, да, он свою социологическую проталкивает, с его Вебера ебучего. Ну, да ладно, ну, да ладно, да ладно. Ну, потому что, опять же, Вебера сразу точка зрения социологии, сразу социологические определения, сразу социологический протход, сразу, вот, социум состоит из действий, там, вот эта вся хуйня начинается. Окей, окей, но это очень преломленно именно конкретно к определенной дисциплине социологии. Кажется, что социологи анализировать науку, ну, не, могли бы по-другому, могли бы, но анализируют ее так. Так, да знал, он видео мое, скорее всего, смотрел, он, скорее всего, видел, как я разбираю непосредственно, он у меня в друзьях, во-первых, есть, во-вторых, но он очень грубо отказал, настолько, что он слышал, что, ну, есть, есть точные представления полагать, что он слышал, что я говорю. Ну, и что я больше, знаете, к такому фальсификационизму в описании науки тяготею? Без аргументов, тупо, ну, обосрать решил, но это было грустненько, на самом деле. Атом. К вопросу о безоценочных позициях. Социального мира – это не человек, это его действие. Нет людей и их действия, есть действия и их люди. И, соответственно, действия эти сцеплены друг с другом через вот эти социальные связи, взаимные ориентации и образуют такого рода замкнутые регионы. Есть регион политического действия, который абсолютно такой же ценностный, у него есть своя собственная валюта, своя собственная логика, своя собственная... Ну, опять же, я ещё замечу, видели, как он в начале просто... Есть лагерь недалёких позитивистов, блять. Чел, их большинство. Ну, как бы, тут автоматически приходится говорить, что вот сторонников Вахштайна в науке вот сколько. Просто множество, которое можно не учитывать. Множество, как он сказал, примитивных позитивистов, блять, вот оно. Но я не знаю, 90%, 95, 85, да, но там за 80, короче, там явно за 80% этих позитивистов, если мы не берём гуманитарные науки. Но гуманитарные науки, понятно, не науки, да, там довольно специфический дискурс, но если мы возьмём философию, там вообще кто угодно, может быть, там, блять, шизы, марксисты, платоники, хуёники, блять, люди больные всеми возможными заболеваниями, и люди здоровые всеми возможными оздоровлениями. Короче, там очень разный контингент, это как прийти, я не знаю, на сходку анимешников, и, блять, все смотрят на рот. Ладно, шучу. Нет, серьёзно, я даже не знаю ни одного настолько разношёрстного сообщества, которое Манейла, я не знаю. Ну, может, и знаю, но просто мне не особо это интересна тема, так что поехали дальше. Так вот, настолько разношёрстное сообщество, что, ну, как бы, вообще просто, ну, пофигу. Ну, и тем более, научный метод там не особо правит, там, менеджеры всех нахуй, там, вот эту всю хуйню, там, экономистов, юристов, всех, всех выметаем, потому что неважно, что эти люди думают о науке, там, всяких тоже представителей, всяких там наук, связанных с искусством, тоже выметаем, потому что, ну, тоже неважно. У них своё исследование, у них свои темы, чаще всего практического характера у всех этих людей, да. Мы хотим оставить тех людей, которые занимаются исключительно исследованиями. И если мы оставляем конкретно их, ну, то есть, естествоиспытателей, людей, которые научные теории строят, естественные научные теории, выметаем гуманитариев, конечно, потому что фи-фи-фи-фи-фи, они здесь не особо нужны. Социологов бы тоже выметал, на самом деле. Но даже если мы социологов не выметаем, просто получится тотальное превозмогание непосредственно, ну, вот такого позитивистского подхода. Ну, просто вот тотал, тотал вин будет здесь. Я даже себе не представляю, насколько большая разница вот того, что говорит Вахштайн и реальных представлений учёных о науке. А, по-моему, наука как таковая, ну, чтобы её как-то определять, да, что такое наука, что такое наука, что такое наука. Ну, самое банальное определение, это то, чем занимаются учёные. Вот, знаете, прям вот вообще в лоб, прям бах, вот учёные, то, чем они занимаются. Вот они учёные, а чем они, блядь, занимаются? Хуху его, блядь, знает, потому что все, в кавычках, учёные занимаются разными вещами. Почему мы убрали гуманитариев, там, всех этих менеджеров, хуенеджеров, энеджеров и прочих ребят? Потому что они занимаются, ну, чем-то вообще совсем своим. Экономистов убрали, там, не знаю, юристов особенно убрали, там, всяких людей, которые получают режиссерское образование, художественное образование, там, да, образование написания текстов, тоже их убрали, потому что, ну, они вообще своим занимаются. Там настолько другие режимы бытия, так скажем, исследовательского, что единственное, что роднит эти дисциплины, это стилистика составления научных работ. Все, конец. Вот здесь мы заканчиваем, да. Просто мы пишем диссертацию, образец, ну, как будто бы одинаковый, он и то разный, ну, ГОСТа, ГОСТа, ГОСТа одинаковые, да, там, вот такой шрифт должен быть, вот здесь вот так вот должно быть написано, на такие части делится, и то даже уже с частями у всех все по-разному. То есть, ну, например, в философских работах, ну, полностью отсутствует графа с практикой. Никакой практики. Никакой практики, соответственно, да, никаких практических достижений. Это там упоминается в одном абзаце, можно, конечно, попробовать больше, но можно и без этого вообще абсолютно защититься. А в ряде других дисциплин вы попробуйте выйти без каких-то практических достижений. Ну, вас просто скушают в зале и так далее, и так далее, и так далее. То есть, отдельная графа должна быть написана, как это можно на практике использовать. Практическая часть большая должна быть, просто нормальная. Ну, и вот, все эти люди, они работают в разных режимах, то есть, они делают разное. Соответственно, да, а что делают ученые? Да ничего конкретного получается. Ответ, он нас не устраивает явно. Поэтому надо очищать ученых, убирать тех, кого мы считаем учеными, и оставлять тех, кого мы не можем убрать. А кого мы не можем убрать? Прежде всего, естественные испытатели. Да, представители естественных наук мы убрать максимально не можем. Мы можем убрать людей, которые занимаются техническими науками. Да, в принципе, можем, у нас есть несколько аргументов для этого. Но, ну вот, как-то так. Несколько аргументов, я их уже много раз, по-моему, показывал. Организация религиозного действия, спасение души, все, что с этим связано. Бизнеса и науки. Науки просто свои собственные ценности. Отличные. Более того, я еще сверху замечу, что у разных дисциплин, что там, о чем он говорил? Ценности разные. Ценности разные у разных дисциплин. Ну вот гуманитарные у них одни ценности, у естественных наук другие ценности. Ну, например, объективность, объективность не может быть ценностью гуманитарных наук в среднем. Ну, там несколько, там, короче, нюансы свои есть. То есть, они подразумевают, ну, то есть, гуманитарные науки нередко подразумевают субъективность, потому что используют германептику. Германептика классическая, европейская, да, она нормально описывает субъективность, она нормально с ней сосуществует. Но, например, если вы начнете субъективно трактовать опыты, которые происходят в естественных науках, это будет противоречить ценностям, естественно, научников. Как-то так. Вот тут такой вот, тут вот такая вот связка сразу идет непосредственно. Ценности разные, ценности противоречат. Вот если мы все сразу берем, все ученые, вот все-все, кто в академии, там, академии, там, не знаю, философия, не философия, везде они академики, все-все ученые, ну, тогда у нас куча просто парадоксов получаются. Теперь на секунду откатываемся назад про науку и политику. Да. Выборовский ход? Ну, аналогия будет, но перенесение той же схемы просто на науку. Это очень просто. Вот просто есть такого рода ценностные регионы. Причем правила могут быть разными, да, потому что этика честной игры, это не обязательно про шахматы, это про много других видов спорта. Но при этом вот эти ценностные регионы, политика точно такой же ценностный регион. Так, ну, окей, политика не политика, наука – это такой ценностный регион, в котором разные ценности, в котором совершаются разные действия. Представители разных дисциплин совершают абсолютно разные действия. Мы не можем сказать, что их всех можно отнести к одному слову. Мы тогда вообще, в принципе, просто запутаемся, что такое наука. Что такое исследование научное. Гуманитарии и естественники проводят научное, в кавычках, исследование. Историки сверху ещё тоже научное исследование проводят. В них общего очень мало, на самом деле. А чтобы всё это подвести под одно определение, нам нужно искать общие какие-то критерии. Единственное, что, наверное, всё это объединяет. Вся наука, ну, кстати, и вся философия, и вся религия, и вся религия, она стремится к жанру, так скажем, нон-фикшн. То есть, у нас есть жанровое, прежде всего, определение. У нас есть определение, когда мы специально пишем книжку в жанре фикшн. То есть, специально, намеренно делаем произведения, которые выдуманы специально. И мы сразу говорим, это фикшн. Мы дарим вам фикшн, вы знаете, что это фикшн. А учёные, философы, представители разных религий, всякие шуе-мастера, гомеопаты, хуепаты, астрологи, маги и так далее, так далее, так далее, они претендуют на то, что делают нон-фикшн. Соответственно, если для вас наука является средством заработать деньги, прирастить влияние в политику или ещё где-то, то для вас это не наука. Вы на самом деле? Я боюсь, что для большинства учёных тогда наука не наука, опять же. Причём я про естественно испытателей говорю. Ну, не большинства, но, блядь, очень солидный процент может выпасть. Прям вот, если так определять, мы можем просто из физиков выкинуть там половину добрую, например. Ну, я знаю, что многие технари, они, ну, просто бабки зарабатывают нередко. Вот прям вот, они научились делать что-то и у них это способ зарабатывать деньги. То есть, ну, просто потому, что они фейковые статьи хуярят, там, наёбывают друг друга. Причём все знают, что все друг друга наёбывают и гранты делят, пилят государство, ебуты и так далее, так далее, так далее. Ну, как-то вот так вот. Я не до конца уверен, что всякие учёные, ну, то есть, человек, имеющий степень, занимающийся какими-то исследованиями, наверняка имеет главной ценностью своей саму науку, ну, само сами исследования, сами по себе в чистом виде. Хотя, я, наверное, тоже хотел бы склоняться к тому, что такой образ идеального учёного, но я такого идеального учёного просто, ну, не видел даже, наверное. Вот даже как-то так. Ну, ладно. А если и видел, ну, только на словах. В самом деле, занимаясь наукой, занимаетесь политикой, бизнесом или религией, да, душу свою способствует. То есть, я правильно понимаю, что любая аксиоматика – это ценность? В этом смысле тут надо развести два типа аксиологии. То есть, первая аксиоматика – это аксиология. То есть, как раз вот это базовое, ценностное составляющее действия. Я это делаю для того, чтобы. Я отдаю себе в этом отчёт, я понимаю, когда я перестаю это делать для того, чтобы, и начинаю делать для чего-то другого. То есть, потому что вот всё-таки вот в неокандинданской модели человек предельно рефлексивен. Он всегда отдаёт себе, что в том, что делает, как мы понимаем. Это неправда. Но это тоже неправда относительно неокантианской аксиологии. Потому что чисто фактически человек далеко не всегда и почти никогда не отдаёт себя отчёт в том, что он делает. У нас слишком много иррационального в человеческом поведении. И мышлении, и внутреннем мире. Нет, я не могу, конечно, за всех отвечать, людей за себя могу ответить. Могу ответить за многих других людей, чьё поведение я фиксирую. И, наверное, склоняюсь к тому, что вот рефлексий в них мало. Могу ответить за многих своих товарищей и друзей, с которыми мы открыто общались. Ну, насколько мне кажется, насколько максимально открыто. Иррациональность в поведении людей – это одна из доминирующих черт. То есть, любая попытка описания всего этого через такую какую-нибудь чистую, осознающую, рациональную рефлексию или что-то похожее, или просто даже рефлексию, мне кажется, мега-фантазией какой-то. Фантазией, которая не соотносится с реальностью, ну или, по крайней мере, не соотносится с моим опытом. Так что здесь мимо. Ну, во-первых, да, а во-вторых, ну я наоборот замечаю, что люди любят, ну, как бы себя поднаёбывать, это нормально. И самонаёб, самонаёб, самонаёб – это самая, ну, как бы нормальная черта большинства людей просто подавляющего. Вообще, высокий уровень рефлексии, на мой взгляд, это вообще редчайшее свойство. Я не знаю, насколько у меня высокий уровень рефлексии, но я, честно говоря, полагаю, у меня ещё он довольно приличен. По сравнению со многими людьми, которых я знаю, причём довольно интеллектуальными людьми, которых я знаю. Люди не осознают порой даже какие-то очень базовые штуки, они свои базовые убеждения от очевидности отличить не могут. То есть, да, они думают, что вот то, что они считают истинным, то и есть очевидно в максимальной степени. А это чаще всего оказывается таким самонаёбом в максимальной, опять же, степени. В этом плане скептицизм это, наверное, такая вещь, которая как раз рефлексию развивает. Ну, мне так, по крайней мере, видится. И я чувствую, что вот на примере развития внутри себя собственного скептицизма абсолютного, я куда-то продвигаюсь в области рефлексии всё глубже и глубже и глубже. Могу анализировать свои мнения, позиции, которые на меня влияют. И то не без иррациональности. Опять же, не без иррациональности. Но по сравнению с тем, что было до этого, ну, по-моему, вполне так себе неплохо. А так, мне кажется, большинство людей, которые так или иначе даже умных, там, рациональных, там, не знаю, интеллектуальных, просто маску надевают на себя рациональности и играют определённую роль. Причём, зачем это делать, тоже не до конца. Понятно, опять же, поддерживают то ли свой статус, то ли ещё что-то делать. Нихуя непонятно. Нихуя, короче, непонятно, зачем они это делают самим им даже, наверное. Какая-то самоценность, да, возникает. А если у вас возникает самоценность какая-то из нихуя, ну, это похоже на маленький, низкий уровень рефлексии. Причём, чаще всего, вот опять же, Вахштайн приводил в пример вот эти вот вопросы. А зачем? А почему? А куда? А когда? И так далее, и так далее, и так далее. Ну, ведь в этом-то и нередко и заключается проблема, что когда-то у человека заканчивается вот этот процесс, когда он продолжает отвечать. И чаще всего это начинается очень быстро. Прям щёлк и всё. Типа, Шато, зачем ты зарабатываешь деньги, например? Ну, ладно, я. Я могу. Понимаете, в чём дело? Я нашёл средства заработка, которые там в 4-5 раз больше, чем я бы зарабатывал на обычной работе, с одной стороны, да? И при этом я могу это совмещать с искусством и творчеством. При том, что с работой там на 20-30 тысяч я бы не смог совмещать, да? То есть я все плюсы как бы у себя здесь собрал. А зачем творчество, да? Вот вопрос. А зачем тебе творчество? Хуй, блядь, знает, зачем мне творчество. Я вам, блядь, не отвечу, зачем мне творчество. Нахуй оно мне не нужно, возможно. Но я им занимаюсь при этом. Ну вот, я по-другому не могу. Я могу придумать всяких фейковых объяснений побольше. Но это будут фейковые объяснения. Ну, мне лучше, да, когда я занимаюсь творчеством. Я чувствую, что мне хорошо там, да? Если я не занимаюсь творчеством, я чувствую себя довольно неловко. Я чувствую, что я ничего не делаю. Мне пустовато как-то, да, от того, что я им не занимаюсь. Вот как-то вот так вот. Является ли творчество моей ценностью? Да хуй его на самом деле знает. Я не считаю, что все должны заниматься творчеством. Я даже не считаю, что я должен заниматься творчеством. Понимаете, в чем дело? То есть здесь даже на уровне должного я не считаю, что это должное занятие. Даже для меня лично должное занятие. Мне пока нравится. Все, что я могу сказать, мне пока норм. без него было бы грустно это не всегда так но в идеале должно быть так ученый должен понимать какой момент он начинает говорить не как ученые в какой момент он перестает действовать ради познания то что вот так же как почти у всех ученых которых я знаю них колоссальный низкий уровень рефлексии и в этом плане конечно тоже заявление про рефлексию сразу бы выбило всех ученых которых я знаю из колеи все конец финиш без пони серьезно есть может быть и есть ученые с высоким уровнем рефлексии но я ни одного не видел чаще всего ученые это люди но есть немножко интеллектом повыше среднего да и с отсутствием рефлексии от слова совсем ну вот как то вот прошу прощения прошу прощения подавляющее большинство ученых очень простые люди вот в остальных сферах там панчины всякие дробушевский типичные ученые соответственно люди с нулем рефлексия 00 zero абсолютно zero рефлексии им это им это даже не особо нужно ну то есть рефлексия им не нужна для того чтобы выполнять обязанности ученого если какое-то качество не нужно для того чтобы выполнять обязанности ученого она не факт что будет распространено в данном сообществе особенно если она там жизнь усложняет рефлексия усложняет и несколько даже мешает и много еще чего неприятного делать особенно если какой-то очень сложный тяжело дающийся навык ну например рефлексия это такой навык если мы берем имеем ввиду философскую рефлексию вахштайн имеет ввиду философскую рефлексию не психологическую а мышление о мышлении битен к неокантиансам нас отсылает да ну и соответственно мы мы здесь вот так вот это выводим он тут очень сложный сложную методологию на самом деле выводит эту самую рефлексию не каждый человек освоить можешь на самом деле но как может и каждый но это очень очень сложный процесс это очень сложный многофакторный требующий большого количества усилий затраты времени на да нет такого ученых на мой взгляд просто нету не нужно им это мыслить о том как я мыслю блять мысли мыслить о том как я мыслю ребят кому это из ученых надо они и так занимаются своими делами методологию определенную воспроизводят и деньги за это получают ну например неважно даже какой ученый даже если мы имеем ввиду технические науки воспроизводи методологию получай бабос же хорошо вот в рамках всего сказано в таком случае где проходит эта линия демаркации где наука перестает существовать где где прочертишь там перестает в этом проблема демаркации в этом проблема демаркации вообще даем разные определения науки и получаем разные результаты вообще идея объективного знания на неочевидно и начнется это да для многих людей она является слишком очевидно и поэтому я тоже надо проблематизировать здесь я тут же станет бедного попера и говорят ну вот у нас есть тезис фальсифицируемость да но только он не имеет никакого отношения к объективности даже скорее наоборот фальсифицируемость нам вот двумя чертами тремя четырьмя подчеркивает то что всякое научное знание но но не является автоматически объективным но то есть вот то что есть научное знание теория по сути теория которая фальсифицируется все данные которые для нее используются но они пока еще не научно на самом деле мало ли что вы там собрали мало ли вы что там увидели да важно как вы систематизировали и создали большую теорию которая подразумевает еще какие-то возможные факты и если эта теория не верна она скорее всего не верна по поперу ну вот тут она научная теория вот единство демаркатор собственно фальсифицируемая научная теория она демаркируется по фальсификации ну и все пиздец конец вы как бы ничего больше не можете как бы делать здесь дальше но не объективно скорее всего да ваша теория скорее все не объективно объекту не соответствует это во первых по первому определению объективности а во вторых зависит не зависит зависит от вас вы ее создали да она зависит от вас как создателя окей значит попера официруемость нужно да да это нужно их объединить и нужно пояснить почему то есть у нас есть первая модель мы это называем концептуализация первая модель ответ на вопрос где проходит граница это веберовский наука это система действий поэтому граничит с религией политикой бизнесом здесь второй ответ попера и его оппонентов из венского кружка наука это система высказываний очень важный момент это когда мы постоянно несчастного попера пытаемся значит сказать он дал нам основание научного метода но попер глубоко пофиг на научный метод тезис фальсифицируемости ничего не говорит про научный метод нет никакого единого всеблагового научного метода который является общим знаменателем для всех наук но для всех наук нет это правда но просто парадокс заключается в том что попер фактически работал с методологией но и фактически его сейчас методологии науки используют то что он его открыл это конечно большой вопрос то что фальсифицируемость так или иначе было до попера правда она так, скорее всего, и не называлась, использовалась, ну, плюс-минус, ну, вот, вот как-то использовалась, да. Но Поппер даже часть своих книг тратит на то, чтобы показать, как настоящие учёные, типа Галилея, Эйнштейна и прочего, Максвелла использовали фальсифицируемость в своих опытах. Почему именно это и делает фальсифицируемость главным отличием науки от ненауки? То есть, ну, об этом книжки Поппера написаны, ну, ладно. Кстати, к вопросу о доказательстве и доказательности в данном случае. Да, поскольку если мы берём критерии фальсифицируемости, то, ну, научное это не есть доказанное. По определению фальсифицируемости, если вы демаркируете науку через фальсифицируемость, вы как бы сразу же говорите, что нельзя сказать, наука доказала, вы себе запрещаете это говорить. Поэтому я обычно и выпрашиваю людей, пытаюсь достать информацию, что они считают главным критерием науки фальсифицируемость, например. Почему? Потому что тогда можно сказать, человек, ты либо не понимаешь, что такое фальсифицируемость, с одной стороны, либо ты, читал Лукреция, конечно, либо ты не понимаешь, что такое фальсифицируемость, да, с одной стороны, либо ты вообще какой-то бред несёшь, непонятно, честно говоря, это вот как-то так. Потому что в данном случае, потому что в данном случае, если вы фальсифицируете, то вы не доказываете, это не процесс доказательства, это процесс утверждения того, что ваша теория является просто неверной, да, вы единственное, что здесь доказываете, пытаетесь доказать через опровержение, это то, что та теория, которую вы предлагаете, ложно, автоматически. Это ни в коем случае не доказательство. От того, что вы не докажете, что ваша теория ложна, вы не докажете, что она истина. То есть, здесь вопрос поставлен не таким образом, как это, знаете, законе исключения третьего, либо А, либо не А, да, соответственно. Это не закон исключения третьего. Возможное количество теорий, ну, почитайте, нормально, не очень важно, наверное, нормально. У вас у нас такой диапазон возможных теорий, безграничный, просто колоссальный набор возможных теорий, что нет вообще никакого смысла здесь приходить к выводу, ну, опровержение принимать за доказательства. То есть, да, есть такие случаи, когда у нас есть вопрос поставлен таким образом, что либо А, либо не А. Ну, например, Вася либо гей, либо не гей, допустим. Ну, правда, здесь там еще третий пункт есть. Допустим, третьих пунктов не существует, да. Или нет, давайте лучше так. А, нет, да нет, нормально, нет. Вася либо гей, либо не гей. То есть, под ней в арочку не гей входят там бисексуалы, хуэсексуалы, говносексуалы и так далее. Да, либо гей, либо не гей. Ну, соответственно, мы отвергая это вот, то, что Вася гей, например, мы опровергли, что Вася гей. Получается, что мы не подтвердили, кто он, да, конкретно. Ну, мы знаем, что он не гей наверняка в данном случае. Но в науке это работает немножко иначе. Отвергая одну теорию или одну ее формулировку, еще лучше сказать, потому что теорию можно переработать, учитывая произошедший опыт, который ее опроверг, и снова запустить в ход, да. Мы получаем такую логическую структуру. У нас получается либо А, теория верна, либо А, теория неверна. Если теория неверна, то это значит безграничное множество разных теорий. Нет, стоп, даже не так. Если мы проводим фальсифицирующий опыт, это не значит, что теория верна даже. Вот. Вот. Вот в чем трюк. Мы должны проводить дальше фальсифицирующие опыты. Вот в чем фишка. Я тут немножко напутал, я уже под вечер немножко туплю, ну ладно. Даже если опыт фальсификации подтвердился, да, ну, например, вот у нас есть теория эволюции. И вот мы говорим, ну, вот если мы не будем находить окаменелости в определенном порядке, значит, мы наебались. Ну, значит, проебались, да. Но! Если мы будем находить их в том порядке, в каком мы их находим сейчас, и все хорошо идет по теории эволюции, это не значит, что она доказана. Пам, пам, пам. Ну, потому что мало ли все происходило не так, как мы себе представляем. Мало ли там какие-то нюансы были. Мало ли что-то где-то пошло не так, например. Ни верификация, ни фальсификация не справляются с кучей проблем. Первое – это то, что у нас нет окна. Они не обязаны с ними справляться, на самом деле. Которые можно посмотреть и удостовериться в дожде. Во-вторых, то, что сам Поппер снижает ставки, когда говорит, что вот, смотрите, революция не произошла. Это эксперимент. То есть, мы должны признать результатом научного наблюдения наше свидетельство того, что революция в Германии не произошла. Нормальный эксперимент. То есть, ты точно ученый-историк? Как там насчет экспериментального метода как такового? Вообще да. Кстати, ну просто Поппер мог хуйни наговорить. Ну, а что бы и нет, например. И третья проблема – это то, что сам фальсификационизм, как и сам верификационизм, нефальсифицируем. Ну, после этого просто можно выключать, это полная хуйня, простите. А в чём проблема? В чём проблема? Разве фальсификационизм должен быть научен? Они неприменимы к самим себе. И в чём проблема? Я, может быть, сейчас скажу не очень корректную вещь, но как это уживается с тезисом о том, что существует? Ну, критика, конечно, из разряда, блядь, я не знаю. Социология там плохо социологизирует, блядь, себя. Нахуй она не нужна. Социология не занимается социологией своих основных положений, блядь. Пошла нахуй отсюда социология. Я не знаю, философия, это социология знания не исследует социологов знания. А социологи знания, которые исследуют социологов знания, не исследуются другими социологами знания. А социологи знания, которые исследуют социологов знания, которые исследуются социологов знания, не исследуются ещё четвёртыми социологами знания, и поэтому социология знания не соответствует критериям социологии знания, и поэтому она говно, и она никому не нужна. Опровержение вот из такого разряда, честно говоря. И нахуй такое опровержение не нужно. Вообще, давайте по всем трём пунктам пройдёмся. По последнему прошлись, полное говно. Ну, не фальсифицируется и типа, и чего. И третья проблема, и то же самое фальсифицируется. Так, давайте. Там всё идёт к чёртовой матери именно на тот момент, когда мы говорим, что наука есть система высказываний. Не верификация, не фальсификация не справляются с кучей проблем. Первое, это то, что у нас нет окна, через которые можно посмотреть и удостовериться в дожде. Во-вторых, ну, кто-то считает, что есть окно. Вот мы сидим, смотрим, наблюдаем и удостовериваемся, и протоколируем предложение так или иначе. Ну, в конечном итоге мы не можем составить колоссальную научную теорию, сложную, включающую всё, что они обычно включают. То есть, у нас есть теория Ньютона, и у нас есть теория, я не знаю, у Эйнштейна, и какие-нибудь представления о квантовой механике непосредственно, и они получены не через такой прямой просмотр окна, безусловно, они получены с помощью теоретических определённых манипуляций. Это правда, безусловно. И, соответственно, никто не создаёт теории так, как предлагают это делать верификационисты. Вот просто никто. Относительно Попера вопросов чуть-чуть меньше, потому что люди создают теории так, как предлагают это делать Попер. Ну, не все люди, некоторые теоретики, особенно довольно большие теоретики, они их также создают и также, в принципе, пытаются опровергнуть. То есть, вообще, первое, что нам обычно приходит в голову, что нам делать с имеющейся теорией, там, теорией эволюции, теорией полюции, там, я не знаю, теорией, там, не знаю, всемирного тяготения, ещё какую-нибудь теорию. Но первое, что в голову приходит, это её попытаться опровергнуть как можно больше раз, да, несколько желательно раз. И в этом плане Попер, ну, если мы вообще, да, как действие всё это рассматриваем, вот действие фальсифицируемости в том или ином виде часто встречается в естественных науках теоретических. Это правда. Это уже хороший параметр, показатель. Вот. Ну, а в остальном, а в остальном, я, честно говоря, ну, ещё в чём подъём. Потому что сам Попер снижает ставки, когда говорит, что вот, смотрите, революция... Попер один раз где-то в своём тексте снизил ставки. Всё. Всё, фальсификационизм не работает. Всё, конец. И в-третьих, конечно же, супераргумент. Фальсифицируемость не фальсифицируется. Наука не научится, философия не философится. Вахштайн не вахштайнится, соответственно. Ну, разъебал, разъебал. Вообще спора нет, конечно, лол. Не произошло. Это эксперимент. То есть, мы его должны признать результатом научного наблюдения наше свидетельство того, что революция в Германии не произошла. Нормальный эксперимент. То есть, ты точно учёный, старик? Как там насчёт... Ну, это да, это действительно, да. Но при этом тут следует всё же заметить, что Поппер, скорее всего, имел в виду, что у Карла Маркса имеются предсказания. У него есть теоретически большие взгляды. Ну, кстати, здесь не обязательно должен быть научный эксперимент. Ты чувак, не чувак, как бы, да, Поппер? Здесь не обязательно имеется в виду какой-то способ проверки с помощью непосредственно научного эксперимента. Провернуть может наблюдение, провернуть может, собственно, мыслительный эксперимент даже. Не обязательно, ну, настоящий эмпирический эксперимент делать. Достаточно можно и мыслительного поднести. Конечно, эмпирический эксперимент, он в приоритете, но есть и другие способы как-то что-то опровергнуть. Ну, например, если бы это было не так... Вообще, фальсифицируемость крайне странной штукой была бы. Ну, то есть, вот представьте, никакие наблюдения, никакие там, это ничего бы не работало, кроме только лишь научного эксперимента. Ну, это пиздец, всё, конец. Можно сворачивать проект фальсифицируемости, потому что просто фактом не соответствует фальсифицируемость. Или, если мы принимаем фальсифицируемость, всю астрофизику нахуй, потому что там эксперименты практически невозможны, потому что там, в основном, наблюдения происходят. Чистый эксперимент в астрофизике провести, я не знаю, блядь, возможно, невозможно, но, насколько я понимаю, они составляют теории благодаря наблюдениям. Основной метод там это наблюдение, насколько мне это видится. Чистой воды эксперимент, что такое эксперимент? Это когда мы определённый объект помещаем в определённые условия, которые позволяют его отграничить от других, как бы, смежных объектов, которые могут как-то нам помешать, и наблюдаем за его свойствами, соответственно, в данном случае, и пытаемся получить какой-то результат. Причём этот результат, уже в такой более современной модели, он решает, фальсифицировалась теория, по которой мы эксперимент проводим, или не фальсифицировалась. То есть у нас есть теория, мы её пытаемся фальсифицировать, и фальсифицируем с экспериментом, да, чаще всего? Ну, далеко не во всех областях естественных наук даже эксперимент может быть проведён. Вот фактически. Я не думаю, что Поппер не знал о существовании звёзд и планет, например. Я также не думаю, что Поппер не знал о том, как провергали, в общем-то, ньютоновскую теорию, да, там, планеты Титан, там, придумывали, пытались найти её след, пытались её увидеть, пронаблюдать, не пронаблюдали, не нашли, не увидели. Пытались объяснить, вот, смещение, вот, этого, вращения Меркурия вокруг Солнца, почему он, в общем-то, почему Меркурий вращается не так, как положено по теории Ньютона. Это в итоге стало фальсификатором теории Ньютона, и Ньютон был, короче, обосан и опровергнут. Но не экспериментально же он был опровергнут, а по наблюдению. Здесь то же самое у Маркса, на самом деле. Мы смотрим, что у Маркса. У Маркса теория. Более-менее научная, ну, как научная, да, она о законах истории, законная, да, законная это теория уже. Ну, значит, теория, теория уже может претендовать на научность, и она фальсифицируема. Допустим. А как она фальсифицируется? Ну вот, смотрите, если вдруг, есть условия буквально, есть условия, если вдруг революция происходит в менее развитых странах сначала, а не в более развитых, тогда теория неверна. Потому что это вывод из теории. Мы вывели из теории, что произойдет оно так, мы проводим наблюдения, так же, как за звездами, например. Мы, например, смотрим, у нас есть теоретический объект черные дыры. Что должны делать черные дыры? Ну, вот у них определенный набор свойств теоретических. Если эти свойства, когда мы наблюдаем черную дыру, не соответствуют тому, что мы описали на бумаге, ну, значит, мы, блядь, обосрались. Собственно, все просто. Здесь абсолютно так же это работает. В этом смысле я вообще не понимаю всю схему рассуждений Вахштайна, его опровержения Поппера звучат как детский лепет, на мой взгляд. Ну, и фальсифицируемость фальсифицируемости, пиздец. А вот тут у нас появляется куча проблем. Собственно, поэтому критерии фальсификационизма он забыт. То есть, он в каком-то смысле... Как же он забыт? Как же он забыт? Мы открываем работы по естественным дисциплинам, и там есть просто фальсификаторы. Ученые повсеместно, по всей планете рассказывают о том, как фальсифицировать свои работы. И о том, что фальсифицируемость это один из главных критериев науки и отличие науки от ненауки. Он забыт. Ну, это пиздецболизм, это просто ложь. Это просто наглая ложь, он забыт. Кем забыт? А. Превратился в очень смешной раритет. То есть, как это объяснить? Вот аналогом было бы, в смысле он превратился в раритет, если это буквально убеждение огромного количества людей. От, там, я не знаю, каких-нибудь рядовых сайентистов, ну, просто вот не ученых, до вполне полноценных ученых, которые теории составляют. Потому что у них внутри работы прям даже прописано. Как вы будете фальсифицировать свою теорию? Там отдельная арочка, есть фальсификация, соответственно. Пирамиду маслу. То есть, вот... Да, я слышал этот тезис. Да, но только проблема заключается в том, что вот то, что сейчас Вахштайн говорит, это неправда. Это просто абсолютная ложь. Все, что он говорит про теорию действия, ну, вот это кринж, вот это ученые не знают, это им похуй вообще. Это даже на философии науки не всегда проходится, на самом деле. Вот, то есть, когда люди изучают философию науки, они сталкиваются, ну, блядь, с постпозитивистами, в основном, конечно, по классике, да. Ну, и в основном все, как бы, вот, постпозитивизм, классика изучаем. Там еще что-то, может быть, какую-нибудь лирику, историю науки тоже сверху можно пройти. Может, Вебера, там, краем уха задеть, краем глаза, но основа это постпозитивизм. Вот, то, что он сейчас выписал, соответственно, да, раритет, раритет это, сказал Вахштайн. Но при этом авторитет Поппера до сих пор, ну, колоссален. Я просто вот не понимаю все эти речевки, но, может, в социологии они Поппера не любят, потому что у них там свои кумиры имеются. Естественники вообще хавают Поппера за милую душу. Вкусно. Вкусно и хорошо. Отличная еда. Это означает, что мы, в принципе, даже не можем задаться нормальным вопросом, а где проходит граница между наукой вообще с большой буквы и не наукой с большой буквы. Есть граница дисциплин. В двух предыдущих версиях была демаркация первого порядка, ну, а не наука, и была демаркация второго порядка. Я вообще не понимаю, в чём фишка такого подхода, просто потому что, ну, окей, много дисциплин, много дисциплин появилось. Какую это имеет историческую подоплеку в данном случае? Я, например, не до конца понимаю, потому что граница дисциплины, ну, что такое дисциплина? Физика. У физики один и тот же язык. Ну, сейчас, может быть, это и так. Но на протяжении всего развития такой дисциплины, как натурфилософия, которая и была синонимом физики, да? Нет, там были разные языки, неожиданно. То есть, люди разговаривали на, ну, колоссально разных языках. Это не то, чтобы даже социологию, ничего общего нередко не было. То есть, они могли вообще друг друга не замечать и не видеть, и игнорировать тотально, просто потому, что они тотально разные. Вот дисциплина, как физика, как биология. Биология до того, как она стала наукой. То есть, да, как наука, не наукой. Ну, вы поняли, до того, как научный метод в ней появился. Вообще, тогда высказывание научный метод тоже теряет какой-то смысл. Ну, блядь, понимаете, в чём дело? Вот всё, что он сейчас говорит с языками, это полностью бы разрушило саентический дискурс. И это, на самом деле, ну, неприемлемо для многих саентистов. Они просто охуели с такого захода, если бы они его поняли. От кольких вещей бы им пришлось отказаться? Оказывается, там ничего не объективно. Вы бы видели, как Панчин, короче, реагировал на то, что он говорит. И ввиду этого я, на самом деле, не вижу никакой возможности называть то, что он сейчас пытается определить наукой. Я просто не понимаю, почему он это называет наукой. Какой в этом толк? Я могу понять Поппера. Я могу понять Поппера. Я могу понять Фебера здесь даже. Ну, Фебер социолог, там вообще, блядь, всё с этим понятно. Классический социолог, всё легко укладывается здесь. Поппера легче понять, потому что он смотрел на то, что делают учёные, чтобы называться учёными, какие методологические операции они проводят. И ввиду этого вводил свой метод фальсифицированности. Поппера вполне легко понять, почему он именно так подходил. А вот тот концепт, который сейчас Вахштайн воспроизводит, ну, его понять уже категорически сложнее. Зачем называть это наукой? И где границы тех дисциплин, которые можно считать научными? Это самый главный, наверное, вопрос здесь. Экономика, психология, социология и какие-нибудь ещё биология с физикой. А в этом... Экономика, наука, да? Почему наука? Где наука? А как наука? А то есть, если экономика, наука, то, может быть, и там, не знаю, теология, наука. Если теология, наука, то и астрология, наверное, наука, там же целая дисциплина и свой язык, понимание мира тоже присутствует и описание его. Ну, значит, тоже наука. И алхимия наук, как уже было сказано. Ну, по выбору это тоже было очевидно, да? Да всё наука тогда, окей. И всё, что может дисциплинарно разделить, наверное, наука. Или какие границы у дисциплинарности этой должны быть? Какие границы у языка, которые используются, должны быть? Если он должен стремиться к ясности, ну, окей, тогда мы, например, можем в лучшем случае вычесть из науки искусство всякое словесное, ну, и у нас останется тот язык, который к ясности стремится, философия, наука. Ну, окей, пусть будет наука, я хуй знает. Ну, можно вообще любое определение науки дать, но вот это просто уходит куда-то далеко от канона, от изначального, и в этом плане оно, мне кажется, эстетически неприемлемо. Вот третья линия, которую мы с вами сейчас пытаемся как-то прояснить для себя, они меняются местами. То есть, больше нет вот этой базовой границы науки-не науки, которые уже внутри науки делятся между собой на разные дисциплины. Нет, здесь есть только границы между дисциплинами. Иногда целые дисциплины могут попадать в не науку, а иногда могут и возвращаться. Ну, мне кажется, такая хуйня просто произошла буквально по одной идиотской причине, потому что всякие там гуманитарии, блядь, социологи и прочее, им что-то обидно, что, блядь, вот эти вот учёные, философы, попперы, шмопперы и прочие не называют их учёными. Ну, мы же тоже учёные, наука это почётно, там всякие гуссерли, фихти и прочие замечательные персонажи, они же больше всей жизни пытались создать некое наукоучение, что-то наукоподобное, там, не знаю, феноменология, как строгая наука, там, ещё что-то. Вот такой, знаете, фетиш на науку уже тогда нарабатывался. Носить статус науки, медальку науки, было очень модно. Ну, и гуманитариям, соответственно, ну, чё-то, чё-то, блядь, припекло. Гуманитариям в широком смысле, в смысле социологам, там, и так далее, и так далее. Ему очень сильно припекло, короче, им очень сильно захотелось, чтобы, ну, вот, ну, вот, ну, блядь, ну, как-то надо сделать, чтобы и мы тоже были учёными, потому что чё-то как-то не камильфо. Не камильфо без медальки наука, заниматься какими-то исследованиями, но люди просто не понимают этого. Люди хотят, чтобы всё хорошее называлось наукой, всё плохое называлось не наукой, да, и тогда надо сделать так, чтобы мы были хорошими. Потому что для людей слово наука с хорошим ассоциируется. Ну, вот и сделали в итоге такое определение странное, ни к силу, ни к городу, просто какой-то кринж, на мой взгляд. Лучше бы копали дальше методологию, честно говоря. Ну, да ладно. Как бы вывод о том, в втором случае, вот в этой третьей ипостаси, о том, что является что наукой, что не является, это исключительно, становится исключительно... Так это не ипостаси, это три разных подхода к определению науки, они просто принципиально разные, три. ...этическим вопросом. Буквально, какая группировка окажет достаточно доминирования в публичном дискурсе для того, чтобы отвоевать себе вот это вот привилегирование. ...этическим быстрый шаг. Ну, и проблема заключается в том, что, например, в естественно-научном дискурсе поппер оказывает куда большее влияние, чем эта гуманитарная срань. Эта гуманитарная срань оказывает влияние только в гуманитарном дискурсе. То есть, тут как-то так получается, что Вахштайн, смотря из в кавычках общественных наук, ну, гуманитарных, общественных, неважно, соцгум, короче. Типичный соцгум смотрит с своей точки зрения и начинает, и начинает, короче, рассуждать. Ну, понимаете, большинство специалистов, они вообще не придерживаются фальсифицируемости поппера, тем временем, почти все естественники за неё. Там, сантисты тотальные, которые тупо за естественные науки топят, чаще всего, они тоже за фальсифицируемость очень часто. Они это слово слышали, оно им нравится. Им нравится такое различие науки и ненауки. Их это вполне устраивает.